Милицианты из Лиды были, принижали, декотовали двух затриманных молодёнов. Старалось это еще в осень, теперь же выставили обвинение. Но не садистам в погонах. Турма за сотрудникам УЛАДы погрожает одному из потерпелых. Если для этого есть подставы, то почему и милиция, и Следующий комитет отмазываются коментовать нам эту справу? Под обязанности у Мартина Ярского. Ночь на 18 листопада. Лида, Клуб, Проспект. Браты Иван и Богдан Шкурко пришли на дискотеку повеселиться. Але трапили под кулаки дыботы Аховы и администрации клубу. Кажуть, чемсти не сподобалися одному заховникам. В фойе происходило избиение Богдана. Ведь вся первая причина конфликта была в несовершеннолетнем охраннике. Иван, как мог, спробовал спынить сбить всего своего брата, разнять баки. Двое выкручивает, третий бьет по голове, как по футбольному мячу ногой. Все это у меня на глазах происходит. И тут на помощь подошли ППСМовцы и началось дальше. Милицианты затримливали братов Жорска с заживанием дручков, кайданков и слезотечного газа. Иван каже, что не шагал такой атаки, бояны не оказывали супротиву милиции. Да и не могли, с залитыми перцем вачима. Подали от людских вачей и камерам на зераня, милицианты протягивали сбивать хлопцев. Ивана били у темлику поранее изломанной нозе. А потом вы решили и поздекваться. Молодого человека раздели, догола в машине продолжали избивать. Один из сотрудников милиции начал использовать перцовый газ в задний проход молодого человека. Алигета было не все, что срабили с Иваном. Вывезли человека в лес, жестоко избили его и после этого начали мочиться молодому человеку на голову. Это уже не просто пытки, это пытки с извращением. У них либо какая-то закомплексованность, либо что-то в детстве произошло. Ну, с психикой, реально, у ребят на самом деле непорядок. У Лицки Мрауси экзекуция протягивалася. Коли мать из затриманных братов приехала в милицию, то была шокованная тем, что пошула. Я быстро вбежала назад в ровт, слышу глухие удары, стоны. Ребенка, понимаете, он молится, просится, не трогайте меня. И вдруг перцовый газ, видимо, брызнули, потому что все помещение было заполонено. Они между собой уже начали матом ругаться, зачем ты столько налил, тут находиться теперь невозможно. Милицианты делали настолько жестко, что на наступный день Богдан и Иван Шкурко трапили в шпиталь. Травмы Ивана бачные на фото и в основе судмедэкспертизы. Кровоподтеки створены у выника удара у предметом продолговатой формы. Махчыма гумовой палкой, что подтверждается полоса подобной формой кровоподтеков и их померами. Мела месяца не меньше за 30 травматичных взаимодействий у твердых тупых предметов с разными областями тела потерпелого. У вынику завели справу, але и не на тех, кто сбивал, а на самого потерпелого. Богдану Шкурко погражает административная отказность за супротив милициантам и дробное хулиганство. Братам Иванам занялись я поздней. У студени его затримали и после сбитца у тем же Раузе посадили на три дни за дробное хулиганство. А у лютым на хлопца завели криминальную справу. За супротив милиции ему погражает до 5 годов турмы. Увесь этот час Лариса Шкурко протягивает домогаться справедливости, але покур, что никто из милициантов не был покоран. Вот эта вот деградация, она привела к тому, что у структуры МВД нет кадров, которые способны прийти на замену вот этим садистам. И их вынуждены держать, соответственно, вынуждены и покрывать их деятельность. Котованию белорусской милиции не редкость. Широко ведомое стало справа Василя Сорочика, якого менские милицианты катаваннями промужали взять на себе шерох крадяжов. Проспекло в милиции прошел и менский прораб Павел Ляушин, на якого спробовали повесить крадяж трубов на уласном участку. А Паула Плаксу у Вогуле осудили на 10 годов узмосненного режиму, выбивший показания катаваннями. Але кольки трагедии так и застались за зверыма посторунков. На самом деле это очень серьезная проблема. Это говорит об уровне сотрудников милиции, которые работают в структуре МВД. Это говорит о том, что сама по себе система МВД требует срочного реформирования.